Всем привет! Сегодня мы вам расскажем последние новости из жизни блогеров. Даша Дошик начала снимать детский контент. Видимо, после того, как Адаше из-за ее странного поведения отвернулась большая часть аудитории, Даша решила сменить деятельность и пробуется на YouTube Kids. Первое видео на канале распаковка, в которой Дошик открывает 10 больших киндеров с персонажами мультфильма LadyBug и SuperCot. Всем привет! С вами Дошик из Как Доллар. И сегодня мы с вами будем распаковывать 10 киндер-сюрпризов Макси с LadyBug и SuperCot. Аня еще получила травму из-за лошади, которая лягнула ее во время фотосессии. Аня поделилась с подписчиками истории о том, как она с Демасом и детьми устроила фотосессию с лошадьми. Закончилась она достаточно плачевно, так как Аню со всей силы лягнула лошадь. Сейчас с Аней все в порядке, но инцидент был крайне неприятный. К тому же в этот момент Аня держала на руках маленького Тео, который, к счастью, не пострадал. Юлю Гаврилину, которая пришла на премию Муз-ТВ с накладной попой, продолжают обсуждать в сети. Подписчики предположили, что Юля таким образом хотела подколоть Валю Карнавал, которая в последнее время очень увлеклась пластическими операциями. Наряд заценил даже Алишер. Саша Спилберг внесла немного реальности в эстетику Инстаграма. Саша выложила фото в формате ожидания и реальность и покорила аудиторию своей честностью. В то время, как все демонстрируют идеальную картинку. Важно помнить, что в реальности все может быть совершенно по-другому. Александра Трусова выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова. Пара встречается меньше года. Свои отношения они не афишировали. Всем доброй ночи. Извиняюсь за то, что поздно. Но в моей жизни произошло что-то очень-очень-очень важное. Я не знаю, как вам рассказать. Но расскажу все завтра, потому что все-таки ночь. Так что ждите и не пропустите. Лиза Василенко намекнула, что Алишер сделал ей предложение. Лиза запостила фото с кольцом на безымянном пальце правой руки. Сам Алишер никаких комментариев пока не давал. Даня Милохин сменил прическу. Избавился от длинных волос. Как вы считаете, стало лучше. В сети появилась информация, что выступление в Вале Карнавал стоит 2 миллиона рублей. Если выступление не в Москве, необходимо оплатить билеты бизнес-класса для нее и менеджера. Для остальной команды эконом. Жить Вале должна в пятизвездочном отеле. Номер люкс. Еда в гримерке обязательно без фастфуда и без натурального мяса. Так как она следит сейчас за своим питанием. Ксения Бородина подарила браслет Гортье своей дочери на 15-летие. Когда твоему ребенку уже 15 лет, совсем взрослая, очень умная и воспитанная девочка. Мне как маме остается только гордиться таким ребенком. И позволит ей проживать свои лучшие детские годы. А иначе я просто не могу. Счастья всем детям на свете. Отдельное спасибо всем моим друзьям. «Вы у меня лучшие!» Написала Ксения и поделилась кадрами вечеринки, которые она устроила для дочери. Подписчики почему-то старания Ксении не оценили. И посчитали, что она уж слишком балует дочь. И специально демонстрирует это в своих социальных сетях. Ты мой злоденький. Можешь мне в 15 лет карандаши подавать? Да. Значит так, нас, во-первых, первое подняли вот отсюда и говорят, встаньте, пожалуйста, говорит Марусе подарок. Какая умница. Говорит, 15 лет уже кардье можно. Выдыхай, Марусь. Мне в 15 карандаши дарили. Просто реакция всех. Светлые причем. Оксана Самойлова и Джиган готовы к пятому ребенку. Ранее в марте они заявляли, что оба хотят еще одну девочку. Они еще раз повторили, что Оксана готова забеременеть уже в этом году. К тому же Оксана рассказала, что зарабатывает больше мужа и перестать работать не хочет. «Хотела бы ты в этом году забеременеть еще раз?» «Да». «Чего сидишь?» «Ты готов к тому, чтобы Оксана, ну не в этом году, но по ее предположению в этом году бы забеременела, и ты бы стал папой в ближайшее время?» «Да, готов». «Готов». «А готов ли ты поучаствовать в этом?» «Да, готов». «Скажи, пожалуйста, кто в вашей семье больше зарабатывает?» «Я». «Пока что». «Подожди». «Вот это был очень хороший комментарий. Да, в действительности сейчас оценка правдивая». В сети начали шиперить Мии Войку и Шамана. Во время премии Муз-ТВ Шаман подошел к Мии и поцеловал ее в шею. В сети тут же начали строить теории о том, что у них роман. Многих возмутила такая выходка Шамана, так как певец на данный момент женат на 46-летней Елене Мартыновой, но позволяет себе целовать других женщин. «Тоже неплохо, значит, так. Привет. Вот мои выяснили. Вот мои выяснили. Вот мои выяснили кто? Не Шаман, да?» Психолог Вероника Степанова назвала Дилару глупой, пантушницей. Степанова проанализировала Дилару и заявила, что она добрая, но обидчивая и глупая. По словам психолога, Дилара ведет себя как 14-летняя девочка, пишет какие-то глупости у себя в соцсетях и постоянно понтуется. В паре действительно очень часто идет какое-то сходство. Она находит его по каким-то признакам своего отца, да, может быть, как-то разглядела вот эти знаки релизера так называемые. Он в ней маму или папу также увидел. Красивая девочка, глупая такая, страшная пантушница какую-то, глупость пишет, как будто ей 14 лет. Просто вот прям глупая. Ну, вечные тусовки, рестораны, понимаете, кино, домино. Жрешь, пьешь, жрешь, пьешь, жрешь, пьешь, и она начинает разносить немножко, да, пухленько. Такая она пантушница, добрая, обидчивая. Вот такого ума я как-то не увидела.